Ранним утром самолетом из Анкары навстречу с нами прилетел вот этот седовласый мужчина. Субидай Таган, профессор экономики и единственный сын Ахмед Закива Леди. Мы договорились о встрече, чтобы побольше узнать об отце и поговорить о самых ярких воспоминаниях, связанных с именем этого человека. Последний раз я был здесь два года назад. Очень хорошо, что вы меня пригласили. Заодно и могилу навестим. Это одно из самых известных мусульманских кладбищ Стамбула. Там похоронены известные и богатые люди страны. Много, знаете, политиков, артистов и чиновников, в числе которых и Ахмед Закива Леди. Отец родился в 1890-м и умер в 1970-м году. Справа от него лежит моя бабушка по маминой линии, а слева моя мама. Дай бог и я когда-нибудь займу здесь свое место. Скажите, каким человек был ваш отец? Мой отец был обычным человеком, учителем. После 1917 года в Башкирии он занимал довольно важные должности, но он никогда о них не рассказывал. Обычный учитель без какого-либо чрезмерного чувства собственной важности. Моего роста. Симпатичный, приятный человек. Помимо сына, у Валиди есть дочь, Исанбекат Аган. Когда мы только договаривались о съемках в Стамбуле, она очень хотела принять в них участие. Но плотный график не совпал. По словам брата, она посвятила себя истории, выучила китайский язык и стала хорошим историком. Кстати, моя мама – крымская татарка. Приехала из Румынии в Турцию получать докторскую степень. Затем она вышла за моего отца, а затем появились мы. Думаю, что родители бы нами гордились. Его не стало в 1970 году. Отцу тогда было 80. Конечно, тогда он даже не думал, что сможет вернуться в Башкирию. Вы можете поделиться воспоминаниями о своем отце, какие-то истории? Он играл на Курае. Он, конечно, очень скучал по Башкортостану. И в Турции есть такие места, которые ему о нем напоминали. Ему очень нравилось их посещать. Когда я рос, он перестал играть на Курае. Это означало, что он смирился с тем, что никогда больше не увидит Башкортостан. Затем мы еще долго гуляли и разговаривали о памяти, о том, что они с сестрой были в Башкирии несколько раз. И уже сидев в кафе, я спросил у профессора, знают ли его студенты, кем был его отец и чем занимался. Недавно они предложили немного поговорить о нем. И я рассказал им о его жизни в России. Затем они спросили про его жизнь в Турции. Но мой отец перестал вести записи по приезду сюда в 1924. И я решил, раз он прекратил, то и мне не стоит. И не стал ничего рассказывать. А так получилось очень хорошо. Я рассказал про его жизнь в Башкортостане. Было интересно. У меня же есть тоже для вас подарок, как напоминание о родине вашего отца. Посмотрите, здесь совершенно разный мед, который собирают в Башкирии. Это липовый, бортьевой, гречишный и чай. Чтобы вы также заваривали наш башкирский уже чай с башкирским медом, как мы сейчас в Турецке. Очень-очень спасибо. Спасибо. Встретиться с сыном великого Ахмеда Заки Валиди – это все равно, что прикоснуться к большой истории и памяти, которая навсегда останется в памяти Башкортостана. Башкортостан